Слава Богу! Я думаю, воскресный день, оно очень важно для нас с вами. Слава Господу! Это чудное Божье благословение, это Божье обетование, которое сегодня исполняется в нашей жизни, когда мы доверяемся нашему Господу, когда мы доверяемся Его благодати. И мы будем молиться, но также хотел бы сердечно поблагодарить наших братьев и сестер, которые и молодежь, которые вчера приняли участие в нашем братском служении, где были гости и из Рыги, и из России, и также наши местные эстонские братья были. И мы благодарим Бога за это участие молодежи и также братьев и сестер, которые там внизу участвовали, чтобы не ослабели на пути. И это было прекрасное служение. И действительно была радость, утешение, и Божье присутствие, и Божье благословение. Поэтому написано в Слове Господнем, прежде всего, ищите Царство. Если, друзья, мы потеряем эту цель, если мы потеряем это направление в нашей жизни, мы очень много потеряем. Поэтому да благословит нас Господи сегодня искать Господа и дать Ему место в наших сердцах для славы великого Господа. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы Тебя сердечно благодарим. Мы славим Тебя за Твою любовь и Твою заботу. Мы благодарим Тебя, Господь, за милость Твою и благодать Твою. Мы Тебя сердечно благодарим за то, что Ты есть вечный Бог, на Которого мы уповаем. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, нашего Искупителя, который оправдал нас, который очистил нас, который освятил нас, который избавил нас от грехов наших. Мы Тебя сердечно за это благодарим. Благодарим Тебя, Господь, сердечно за все Твои благодеяния Благодарим Тебя за любовь и заботу Благодарим Тебя и в этой молитве, Господь Я прошу Тебя за тех, кто имел желание прибыть в Дом Божий Но по причине болезни, может быть, преклонных лет Или каких-то других проблем не мог прийти О, Господь, соедини наши молитвы воедино А Твоя веселяющая сила Да проникни в эти домы, в эти сердца Для славы Твоей во имя Иисуса Христа А мы Тебя сердечно благодарим И также за вчерашний день И просим, чтобы Ты благословил И воздал востократ тем, кто принял участие Как братья, сестры, та же молодежь Которые служили, Господь, народу Твоему, братьям, Господь Слава Тебе Благослови искать лица Твоего И всегда быть с Тобою И сегодня, в этот воскресный день Благослови наши сердца Дай, Господь, быть послушным и Твоему Слову Чтобы Слово Твое, оно могло коснуться Нашего сердца и нашей жизни Производя ту работу, которую Ты желаешь Через уста братьев преподать, Господь, это учение Наставление и благословение Дабы мы также могли принять это с радостью И также предварять это в нашей жизни Потому что в этом есть Твои обетования В этом Твоя сила И в этом Твое благословение И мы благодарим Тебя За Слово, дарованное Тобою Благослови уста и сердца поющих Помоги, чтобы созвучий сердец И голосов, Господь, были приятны слуху Твоему Также эти играющие, поющие источники Которые находятся в Тебе Но Ты их направь на это место Чтобы имя Твое было прославлено И возвеличено Уста братьев благослови Для того, чтобы они возвещали Твою правду Твою истину и Твою благодать А наши сердца Приготовь, Господь, чтобы они были открыты Для слышания Божьего Слова Чтобы мы могли принять это Слово для славы Твоей Дорогой Господь И мы имеем также нужду О том, чтобы Ты благословил начальствующих И правителей нашего города И нашей страны Чтобы народу Твоему проводишь Тоже стихую и безмятежную Потому что мы имеем многие сведения И за Украину, Господь И многие сердца связаны с этой страной Дорогой Господь, пошли Твою защиту Твое благословение И также Твое устройство и созидание А мы здесь на том месте, имея, Господь, мирное небо Да прославим Тебя Да возвеличим Твое имя, Господь И помоги нам свято ходить путями Твоими Чтобы Твоя благодать, которую Ты не хотел вскрыть от раба Твоего Авраама И сказал, что если будет десять праведников То Ты сохранишь город О, владыка неба земли Мы молим и просим Тебя Яви наши сердца Свято и праведно ходить при лицом Твоим Чтобы Твоя благодать могла воздействовать Еще многие на этом городе могли познать Твою любовь Твое спасение Та же сердца соседей Располагай, Господь Чтобы они также могли посещать дом молитвы К Своему спасению Для славы Твоей Хвала и благодарность Тебе наш Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь Благослови, Господь, каждое сердце Споем псалом номер 1213 Аллилуйя Хвала Тебе, Господь Хвала Тебе, Иисус Номер 1213 Аминь 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 Хвала Тебе, Господь Хвала Тебе, Господь Пусть слеза день и ночь из слабых моих путь, Хоть странник на земле, не верю право петь. Пока еще дышу, пока к тебе иду, Когда в нас станет встреча, с тобой я буду вечно. И вечерин рассветы, ты сам звезда планеты, Твоя любовь святая, небесная и земная, Ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. 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 Когда ж нас станет встреча, с Тобой я буду вечно, и вечер и рассветы, Ты сам звезда планеты, Твоя любовь святая, небесная и земная, Ты звездочка в ночи мне. Ты солнышко в пути, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Глава тебе, Господь, Глава тебе, Иисус, А если на земле я славить удоблюсь, Я бегал во фунге, В полночной тишине, Среди страданий слез, Мой распятый Христос. Когда ж нас станет встреча, с Тобой я буду вечно, и вечер и рассветы, Ты сам звезда планеты, Твоя любовь святая, Небесная и земная, Ты звездочка в ночи мне. Ты солнышко в пути, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу! И это воскресенье, мы сегодня приходим на это место. Мы сегодня говорим об этом Иисусе Христе, о нашем Спасителе, о жизни вечном, о том Примирителе, который примирил человека с Творцом Небесным. Ему слава и хвала и благодарение. Мне хочется обратиться к месту Священного Писания, к словам, которые записаны, где есть в книге жизни, словам Давида. Псалом 69, он говорит такие слова, 5 стих. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно, Велик Бог. Слава нашему Господу, что наше уста, наше сердце, оно говорит и величает нашего Бога Иисуса Христа и Спасителя. Действительно, Велик Бог, Велик в творении, Велик в спасении, Велик в благословении. И эти молитвы, которые сегодня приходят напомнить Богу, Бог отвечает. Бог посылает все просимое и необходимое для жизни. Сегодняшний этот день, когда сегодня вспоминают и говорят о матери, Мне также хочется поздравить с этим замечательным днем наших мам, наших жен, тех бабушек, которые в жизни своей стояли на коленях пред Богом, молились за нас, молились за внуков, тех христиан, которые верно служили Богу. И эти молитвы, они были услышаны, услышаны самим Господом, Богом. И Бог отвечает. И Бог не проходит мимо. И также мне хочется обратить с месту Священного Писания, к тем словам, к тому Богу, о том величии Бога, где Бог так чудно в жизни выходит навстречу, где Бог не может быть в стороне, но Он присутствует на протяжении всей нашей христианской жизни. Мне хочется вспомнить и обратиться к Слову Божьему, где в книге Царств сказано, уже все, наверное, поняли, о чем я буду говорить, об этой Анне, о этой благословенном человеке, об этой жене, о той, которая непрестанно молилась Богу, ходила в храм, служила Ему, поклонялась Ему, но у нее была нужда, у нее была проблема, и она в сердце своем говорила Богу. Мне хочется прочитать с первого стиха первой главы, и ниже здесь сказаны такие слова. «Был один человек из Рама Фим Цофима с горы Ефремовой, имя Ему Елкана, сын Ирехама, сына Илии, сына Тоху, сына Цуфа, Ефриняннин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны жене было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую. Ибо любил Анну, хотя Господь заключил в чреву ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил в чреву ее. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, то огорчала ее, а эта плакала и не ела. Смотрите, здесь говорится об этом муже, об этом муже Елкане, который в положенные дни ходил в храм Господень, который приносил жертвы, который служил Богу, и принося их, он отдавал особую часть любимой жене своей Анне, у которой не было детей. И мы видим из этого повествования, что соперница ее, это Финанна, она огорчала ее и побуждала к ропоту. Действительно, в жизни нашей так же случается. Кто-то огорчает нас, кто-то может, хочет вывести нас и пытается всякими усилиями помешать делу Божию, чтобы мы нарушили то обещание, то состояние наше пред Богом, которое должно быть. И мы видим, что она принимала все это. Она не огорчалась. Но она твердо стояла в своем уповании. Она твердо стояла в своей вере, в твердом своем том, что она знает Бога. И поклоняясь Ему, ходя в этот храм, ходя на это место, и сегодня хорошо, сегодня прекрасно. Не надо ехать где-то за час на богослужение. Действительно, мы сегодня находимся в городе, где так можно быстро, так можно легко прийти на это богослужение. Но есть места, чтобы прийти на богослужение, будучи в Америке, там мы приехали за час до богослужения. Если не приедешь, места не будет. Народ наполняет моментом это помещение, служение, где проходит к Богу. И сегодня не так же хочется благодарить Бога, что Бог так в жизни устрояет, и мы сегодня можем так спокойно прославлять Его святое имя. И сказал Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбить сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты прозришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитям мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Вот этот обет, вот эта молитва, которая она говорила пред Богом там в храме, она говорила, если ты дашь мне дитя мужеского пола, то я его отдам тебе на служение. Она дала обет пред Богом. Она сказала эти слова так просто, так, может быть, в скорби своей. Она скорбела, она плакала, она желала, она нуждалась, это была ее нужда. И Бог ответил на эту молитву. Бог услышал это прошение, и Бог вышел навстречу. И мы читаем дальше, здесь сказано, «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Ильей смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильей счел ее пьяною, и сказал ей Ильей, «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего?» И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом вина, и секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей, негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Смотрите, эти переживания, эти волнения, которые были на ее лице, в ее душе, в ее состоянии, священник увидел нечто, он подумал, что она была нетрезва, она была пьяна, но она отвечает ему и говорит, «Я этого не делала, я не прикасалась к этому вину, я не употребляла его, но я женщина, скорбящая духом, и не считай меня за негодную женщину». И эти слова, которые сказала она, смотрите, что дальше говорит Ильей, «И отвечал Ильей и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилю исполнит прошение твое, чего ты просила у него, иди с миром». Он ее благословил и сказал, «Иди с миром, и Бог исполнит желание твое, которое ты просила». Бог исполнил это желание. Даровал ей дитя мужеского пола, который был Самуил, который служил Богу, и приходили дни, где надо было идти в храм, посвятить его Господу, и она приходит, приводит его, проходят определенные дни, она приводит туда, и 24 стих этой главы говорит такие слова, «Когда же вскормила его, пошла с ним селом, взял три тельца и одну эфу муки, и мех вина, и пришла в дом Господень селом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привели отрука к Илью, и сказала, «О Господин мой, доживет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе, стояла и молилась Господу, о сем дитя тебе молилась я, и исполнил мне Господь, прошение мое, чье, чего я просила у него, и я отдаю его Господу, на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Находясь на этом месте, она говорит Илью эти слова, «Вот это я, эта женщина, которая приходила сюда, которая приходила в этот храм, которая изливала душу свою пред Богом, и сегодня я приношу это дитя, я посвящаю его Господу, и отдаю его на служение Богу». И мы видим, и читаем из истории, что Бог благословил, благословил это дитя, благословил этого Самуила, этого он был пророк, и сколько чудес, сколько того, что он делал для Израиля. Это был благословенный человек. И сегодня эти молитвы, которые совершаете вы, которые совершаете в жизни своей за детей, когда читаешь Слово Божие, и где Христос идет на страдания, на смерть, где Он был, должен быть распят на этом Голгофском кресте, Он видит эту толпу, Он видит людей, которые идут, и обращается к ним, они плачут, они, может, что-то говорят в сердце своем, но Он обращается им и говорит, «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе, о себе и о детях ваших». Действительно, это время, в которой мы сегодня живем, эти слова, они сегодня актуальны. Эти слова, они сегодня говорят о том, чтобы мы в жизни своей стояли пред Богом и молились нашему Господу за наших детей, за самих себя, где враг душ человеческих пытается разрушить, нарушить этот закон, но вести свои правила. И сегодня христиане стоят на этом рубеже, они проповедуют эту правду, они говорят об этой истине, они говорят об самом Боге, о том Боге, который выходит навстречу. И мы видим, это Анна, которая пришла в этот храм, и это молитва, которую она совершила, это вторая глава, где она говорит такие слова с первого стиха и ниже. «И молилась Анна, и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем, нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет вердыни, как Бог наш». Действительно, эти пророческие слова, которые она сказала в сердце своем, что нет другого Бога, нет другой твердыни, нет другого основания в этом мире, как кроме основания Бога, как кроме основания Иисус Христос. И мы читаем, и перед началом я говорил, что мы должны радоваться о спасении, и как здесь она говорит, «Ибо я радуюсь о спасении Твоем». Кто может дать на этой земле спасение? Кто может спасти человека на этой земле, как один Бог это совершил, как один Иисус Христос пошел на этот крест Голговский ради Тебя и ради меня, чтобы Ты и я могли на протяжении всей своей жизни радоваться о том Боге, о том Боге спасающем, о том Боге помогающем, о том Боге слышащем. и действительно Бог слышит и Бог отвечает. Мы преклонимся и поблагодарим Его. Аминь. Слава Богу! Одну молитву чудную держу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых. И дышит непонятная, святая прелесть. С души, как бремя скатится, сомненья далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. И верится, и плачется, и так легко, легко. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную держу я наизусть. Наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш наш сущный. Подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Справим вместе гимн номер 1230. Встает заря номер 1230. Встает заря, и солнца луч на небо сходится. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Печалятся и старятся известные красавицы Пред пленностью и временностью дней Но ты, жизнь нелюбивая и Господом хранимой Дарила жизнь рождением детей Пред Богом ты оправдана Твою истинную праведность Такою целью здесь мы рождены Ты стала настоящейю и женщиной, и матерью И нет тебе на свете здесь цены Ты стала настоящейю и женщиной, и матерью И нет тебе на свете здесь цены И там на небе с Господом тебя украсят золотом Наградою бесценной наградят Тебе, Бога, боязненность своей судьбой счастливою На небе звезды светят и горят Так будь благословенная, ведь роль твоя священная И Божий покровительство к тебе Твое лицо отмечено, твоя судьба освещена Сиянием и прелестью небес Твое лицо отмечено, твоя судьба освещена Сиянием и прелестью небес Сиянием и прелестью небес Слава Господу Мне хочется, друзья, всех поздравить Христос воскрес Христос воскрес Христос воскрес Слава Господу Друзья, нам нечего стыдиться Пусть стыдятся те, кто поклоняются идолам, каким-то изображениям Но могила нашего Господа пуста Слава Богу Благодарим нашего Господа, и когда мы собираемся здесь, на этом месте Чтобы имя Его прославлялось, ибо Он достоин принять славу, честь и поклонение Слава Христу Я, друзья, когда готовился к этому, ну, к слову Думаю, что прочитать? Сердце подсказывало, что возьми другое место еще на Писание, потому что наверняка его кто-то прочитает Первый брат его прочитал То есть Господь правильно положил на сердце И вы знаете, друзья, в этот день, когда действительно День Мамы Мы благодарны Господу за наших матерей Я благодарю Господа за тех матерей, о которых описано в Библии Потому что, друзья, это были действительно благословенные жены Которых благословлял Бог Слава Богу Благодарю Господа Также за свою маму Она в вечности у Господа Но когда я женился, друзья, Господь послал мне другую маму В мире называют тещу, но мы христиане называем мама Слава Богу Мы богаты, и я богат И Господь подарил мне еще одну маму Благослови ее, Господь И, друзья, обращаясь к Слову Божьему Мне хочется вспомнить одну историю Почему я, друзья, хочу ее прочитать? Потому что в ней очень много сказано для нас Как для матерей, как для родителей, так и для нас, для детей Вот что здесь большая истина сокрыта в этом месте Священного Писания Я знаю, что во многих церквях, друзья, не празднуют и вообще как-то не отмечают День Матери Я не берусь никого осуждать, но хочу сказать одно Когда неверующие люди приходят в церковь И конкретно есть свидетельство, когда люди неверующие приходили в День Матери в церковь И слышали песни, проповеди о Матери, о многодетной Матери То плакали и действительно сокрушались Почему? Потому что в мире, друзья, очень мало обращают внимание на матерей Очень много слышно и было таких историй И я лично слышал, когда дети с родителями живут в одном городе Но, встречаясь в городе, переходят улицу, чтобы только не проходить мимо Но благодарю Бога, что у нас не так, слава Богу Друзья, место Священного Писания, которое я хотел прочитать Это книга «Исход», вторая глава с первого стиха Книга «Исход», вторая глава с первого стиха Слово Божие говорит нам так Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени Хочу чуть-чуть остановиться, друзья, потому что этот стих очень важный Обратите внимание, некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени Друзья, всем братьям и сестрам, кто еще не женат Обратите внимание, взял себе жену из того же племени Да поможет нам Господь, дорогие мои, искать свою половинку не где-то на стороне, но в Господе Да благосовит Господь И также, друзья, обратите внимание, это Божий стандарт семьи В Слове Божьем говорится, что Бог сотворил Адама и Еву Мужчину и женщину сотворил их Если бы, друзья, Бог сотворил что-то иначе Например, Адама и Гену Адама и... то есть Еву и Аню То, я думаю, население с земли не увеличилось бы даже и вдвое Но, друзья, Бог сотворил Адама и Еву Это Божий стандарт и Божье благословение Сейчас в наше время рекламируют всякие серо-буромалиновые свадьбы там или какие-то союзы Но это, друзья, есть мерзость перед Господом И Слово Божье говорит Некто взял себе жену из того же племени Да благосовит Господь И дальше Слово Божье говорит Жена зачала и родила сына И, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца Но не могшую далее скрывать его Взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом И смолою И, положившую в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет И вышла дочь фараонова на реку мыться А прислужницы ее ходили по берегу реки Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет И жалилась над ним и сказала Это из еврейских детей И сказала сестра его, дочери фараоновой Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок Чтобы она скормила тебе младенца Дочь фараонова сказала ей Сходи Девица пошла и призвала мать младенца Дочь фараонова сказала ей Возьми младенца сего и вскорми его мне Я дам тебе плату Женщина взяла младенца и кормила его И вырос младенец И она привела его к дочери фараоновой И он был у нее вместо сына И нарекла имя ему Моисей Потому что, говорила она, я из воды вынула его До сего места Друзья Обратите внимание, что, знаете, даже и в этом мире И часто, друзья, мы говорим о каких-то великих мужах Божьих Или женщинах Мы говорим, что этот человек, вот он славится тем Это великий человек Там президент страны, министр или еще что-то, друзья Но у каждого человека есть мама Слава Богу И мама, которой Господь дал беременность Выносила и родила этого человека Друзья, много знаменитых людей Родилось в многодетных семьях И это говорит история Много музыкантов И действительно великих людей Которые занимали определенные посты в государствах Были рождены в многодетных семьях Третьим, пятым, седьмым, восьмым ребенком И действительно, это так И обратите внимание, что здесь происходит Вот эта история, друзья, нас очень многому учит Первое Как нельзя лучше придумать оправдание, чтобы не рожать детей Они находились в рабстве Народ израильский Она могла сказать мужу Дорогой, мы в рабстве Всех мальчиков фараон приказал уничтожать А вдруг родится мальчик Давай мы воздержимся Но, друзья, Господь благословил их И рождается Моисей Друзья, в очень тяжелое время Рабство, когда всех мальчиков уничтожают Они его скрывают Они его пытаются как-то сохранить Но приходит время, они понимают, что не скрыть И идут на такой момент Когда берут корзину и кладут туда ребенка Ну, друзья, но промысел Божий Божья воля была, чтобы он остался жив Слава Богу И смотрите, что происходит дальше Находит его дочь фараона Она понимает, что это еврейский ребенок Но берет его и сохраняет ему жизнь Это Божье благословение Что происходит дальше? Я, друзья, уверен Я уверен, что все это время Когда ребенок был в корзине, мама молилась Я уверен, что все то время Когда сестра там с камышей наблюдала Куда попадет этот ребенок Она тоже молилась И я уверен, друзья, что когда дочь фараона Нашла этого ребенка И потом эта сестра привела кормилицу То есть мать Моисея Когда она кормила его грудью Она молилась и молилась Молилась и молилась Чтобы Бог его благословил Друзья, как много значит в жизни Молитва родителей Молитва матери Это имеет огромную силу И благословение в жизни детей Это действительно, друзья, огромное благословение Она молилась о Моисея Я уверен и верю И даже когда она привела его К дочери фараоновой И отдала его Ей Она все равно продолжала молиться Я уверен в этом И написано, друзья, в 11 стихе Обратите внимание Что говорит Слово Божье Спустя много времени Когда Моисей вырос Случилось, что он вышел к братьям С своим сынам Израилевым И увидел тяжкие работы их Обратите внимание Я уверен и верю Что мать молилась Но прошло много времени Проходил год Два, три, четыре Она, я думаю, продолжала молиться Моисей жил во дворце своей жизнью Но наступает момент Когда Бог начинает стучаться В сердце Моисея Почему? Потому что молитва родителей И матери возносилась в небеса Слава Богу Друзья, как важно молиться нам О детях наших Как важно нам Родителям Отцам И матерям Возносить свои молитвы К Богу И посвящать своих детей Господу И действительно, друзья Чтобы эти дети Которых дает нам Господь Когда Господь дает беременность И дает нам деток Чтобы мы радовались И прославляли Бога За новую жизнь И кто знает, друзья Кто будет этот ребенок Знаете, у любого Епископа И может быть Брата в нашем братстве Начальствующего Епископа Есть мама Слава Богу Друзья, дай нам Бог Молиться и не унывать Я вспоминаю Несколько свидетельств Мне вспоминается Один брат Это брат Игорь Из Белоруссии Это сын Брата Башуры По-моему, младший И он Рассказывал свидетельства Говорит, я всю жизнь Свою видел Как Бог хранил меня Я видел чудеса В своей жизни Я вырос в многодетной семье Но, говорит, я не знаю Почему, говорит Я сам по себе Такой очень Такой упорный Упертый человек Говорит, пока я сам Чего-то не пойму Не достигну Я не поверю И, говорит, я Однажды, говорит Стоя на коленях Молился Богу Говорил Рассуждал Господи Интересно Вот эта защита Охрана Это благословение В моей жизни Это мое Моя заслуга Или же все-таки Это молитва Моих родителей И он говорит В молитве Сказал такие слова Господи Если это моя заслуга Тогда будет так Но если это молитва Родителей Забери Эту охрану От меня На год Вы знаете Он говорит Прошло три недели И я понял Вообще Что я сказал Своими устами Я пришел к отцу Я каялся Исповедовался И молился ему Он молился за меня Я приходил к братьям В церкви Молился и говорил И каялся Господи Зачем я вообще такой Как вообще могло выйти Это из уст моих Он говорит Но этот год Мне пришлось прожить От звонка до звонка Потому что Говорит Этот год Был настолько тяжелый В моей жизни Я просто понял Что такое Молитва родителей Что такое Когда они взывают За тебя И Бог хранит тебя Он говорит Дважды Я попадал Я попадал под напряжение Из своих рук Может быть Дальше и дальше Открыл Библию Дочерей твоих Пойди Пойди Я стал внимательно Я прихожу Бог отец Или по улице Открыл Библию Господь Господь Слава тебе Иисус 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 Субтитры создавал DimaTorzok И верится, и плачется, и так легко, легко И верится, и плачется, и так легко, легко В минуту жизни труб Которые хотя бы один раз в году мы упоминаем про них Нам очень приятно об этом петь Хотя некоторые говорят, что вы прославляете мам Мы не прославляем мам Мы благодарим их И этому надо учить, потому что некоторые люди имеют неблагодарное сердце Писание говорит, что в последние дни люди будут неблагодарны Мы благодарим, что мы стоим на этом месте благодаря молитвам наших матерей Не потому что мы такие умные, такие богобоязненные были Так любили церковь, Слово Божие, поэтому мы здесь стоим Благодаря молитвам наших матерей, слава Господу Мы споем Много слов есть на свете, только самая нежная мама Много слов есть на свете, только самая нежная мама Наша мама, что детям столько сил и любви отдала И теплом своих рук, самый лютый мороз согревала Словно птица птенцом, укрывая всякого зла Как мы часто шалили Как мы часто тебя огорчали Мы не видели, сколько из-за нас проливала ты слез В суете наших дней Мы совсем еще не замечали На твоей голове серебристого цвета волос Наша милая мама Ты совсем еще не постарела Так же нежен твой взгляд Как далекого детства года Все почти как тогда Только ростом поменьше ты стала Но для взрослых твоих сыновей Молодою ты будешь всегда Никогда мы не знали Когда по утра ты вставала Не считали ночей Когда не смыкала ты глаз Знали только, что ты Все умела и все успевала И во всем нам старалась помочь О себе забывая подчас Ты простыми словами В испытаниях нас утешала Ты учила любить Ты умела так тихо прощать И всю мудрость свою По крупицам ты нам отдавала Что потом мы смогли Своим детям ее передать Наша милая мама Ты совсем еще не постарела Так же нежен твой взгляд Как далекого детства года Все почти как тогда Только ростом поменьше ты стала Но для взрослых твоих сыновей Молодою ты будешь всегда Много слов есть на свете Только самая нежная мама Наша мама, что детям Столько сил и любви отдала И тепло в своих рук В самый лютый мороз В самый лютый мороз согревала Словно птица птенцов Укрывая от всякого зла Другие друзья, давайте споем еще Общим пением Салон номер 151 Буду петь, как искупитель Дух мой грешный возлюбил Номер 151 Буду петь, как искупитель Дух мой грешный возлюбил Как страдал Он, Испавитель И меня освободил И звучит, пусть об Иисусе Кровью Он меня купил На кресте меня простил Дух мой взял освободил Буду петь, как искупитель Дух мой грешный возлюбил Буду петь, как искупитель Чтоб меня от рук изъять Он в любви и состраданий Восхотел свой выпугать И звучит, пусть об Иисусе Кровью Он меня купил На кресте меня простил На кресте меня простил Бог мой взял освободил Буду петь, как искупитель Славен вечным качеством Как силен, как победитель Он над смертью и грехом И звучит, пусть об Иисусе Кровью Он меня купил На кресте меня простил На кресте меня простил Бог мой взял освободил Буду петь, как искупитель Любит слава во меня Он мне в рай будет водитель Вечно с ним пребуду Вечно с ним пребуду я И звучит, пусть об Иисусе Кровью Он меня купил На кресте меня простил Бог мой взял освободил Бог мой взял освободил Моей душе уже нету сомненья Его любовь не имеет сравнения Его блага Паду без сожаленья Он сделал все для меня Когда в него вбивали ржавые хвости Народ кричал Сердца сжимались от злости А он молчал Он был уверен в победе Любви на этом планете Сын Богом Сын Богом вместо меня Вместо меня Вместо меня Умирал Вместо меня Он знал, что в небо крови Вечная жизнь Вечная жизнь Для меня Пройду свой путь Назад не озираясь Скажу ему Люблю Не сомневаюсь Ни страх Ни боль Уже не помешаю Найти дорогу к нему Сын Богом Сын Богом Вместо меня Вместо меня Вместо меня Умирал Вместо меня Вместо меня Бог знал, что в небо крови Вечная жизнь Сын Богом Сын Богом Сын Богом Вместо меня Вместо меня Вместо меня Умирал Вместо меня Он знал, что в небо крови Вечная жизнь Жизнь для меня, для меня. Жизнь для меня, для меня. Впитывать то присутствие, которым сегодня нас желает благословить Господь, слышать те слова, которые мы сегодня слышим, воспоминаем, что и Слово Божие нам напоминает те слова, которые говорят о некой справедливости. И когда мы сегодня говорим о родителях, то от детей требуется это требование Бога, чтобы они почитали своих родителей, повиновались и потом почитали. Так говорит послание апостола Павел Кисесяна. Дети, повинуйтесь своим родителям, потому что этого требует справедливость. Значит, есть некого рода своя справедливость для детей, чтобы они почитали своих родителей, чтобы они отдавали им дань уважения, внимания. И не только тогда, когда уже, может быть, родителей нет, а лучше этого всего делать, когда родители живы, при жизни. И быть им послушными, чтобы обрести благословение для своей собственной жизни. Потому что так написано, говорит, первая заповедь для обетования, для детей, которые могут в этой жизни уже нечто получить для себя. Да, и вспоминая сегодня о матерях, о тех, которые сегодня воспитали нас, родили, дали жизнь, мы являемся живыми людьми сегодня на этой земле. Вот, почему-то сегодня такая тенденция наблюдается, что как будто, но нет такого желания дальше давать жизнь людям на этой земле. Есть проблемы сегодня в государствах и в нашем государстве, читаем статистику, и одна женщина, которая занимает высокий пост в нашем правительстве, в Риге, Когу, она сказала, что сегодня говорить о безопасности государства, когда мы сами разрушаем его изнутри. Рождение детей, оно падает, население не увеличивается. Это значит, что опасность существует, что когда-то, может быть, это вообще прийти к нулю. Поэтому люди тоже о чем-то думают, наблюдают и видят, предвидят какую-то опасность, что если люди сегодня не хотят брать ответственность на себя, давать дальше жизнь, вот, это является опасностью и для государства. И мы просто счастливы, дорогие братья и сестры, что однажды Бог определил нам жить на этой земле, и мы имеем большее направление сегодня, что мы не только определены прожить 70-80 лет, но имеем дальшую цель, наша жизнь, она сокрыта в Боге, и мы рождены сегодня по воле Божией на эту землю. Ни один человек не пришел случайно, как-то не предвидено, жизнь, она приходит от Бога, и Бог определил жить всем нам на этой земле, но даровал нам еще ту дальшую цель, что спасение души человека, это есть та дальнейшая цель, для которой приходит человек в этот мир. Но немногие люди это понимают, но Бог это нам открыл, так пишет апостол Павел. И сегодня мы благодарны Господу за наших родителей, которые потрудились в нашей жизни, приняли непосредственное участие для того, чтобы мы выросли, были воспитаны. И есть такой псалом, который, ну не знаю, даже у нас пели когда-то. Вот, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе. И я думаю, все дети они испытали, ну может быть не сразу это все понимали, приходит какой-то сознательный возраст, и как было сказано обо Моисее, когда он пришел в возраст, вот, и я лично это пережил в своей жизни, когда ушли родители, я почувствовал, что некая поддержка, я не скажу, что я остался один, вот, без Господа, но некая поддержка молитвенная, она ушла из моей жизни, и уже мне, как родителю, приходится самому, знаете, надеяться больше на себя, на свои молитвы и пребывать больше в Господе. И я, читая Слово Божие, обратил внимание, где говорится такое место, где Бог говорит через пророка Исаия, Он говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Я думаю, что этот вопрос сегодня, знаете, такой печальный стал, и мы можем сказать, да, женщина может забыть грудное дитя свое, оставить где-то на пороге приюта детского, оставить где-то в больнице, вот, и сказать, я не хочу этого. И Бог говорит такой ответ, что если и она забудет, если она забудет, то я не забуду тебя, потому что я начертал тебя на дланях своих, и стены твои всегда предо мною, Иерусалим. Это пророческое Слово, что будет тот момент, когда будут имена тех спасенных людей, начертаны на дланях Иисуса Христа, и он не забудет. Если женщина может забыть грудное дитя, это оно, сегодня может быть трудно рассказать, это находясь мужчиной, или будучи мужчиной, но когда мама носит эту жизнь под сердцем своим, 9 месяцев она ощущает, она переживает какие-то ощущения, и вдруг, когда он рождается, она оставляет его, и забывает, и живет, знаете, дальше своей жизнью, то и Бог не исключает этот вопрос, я думаю, что Бог это знал и предвидел, и говорит, если она забудет, то я не забуду тебя, я начертал тебя на дланях своих. Я думаю, что всегда Господь видит нас, видит эти раны, видит ту жертву, которую он положил сегодня, для того, чтобы мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, были теми людьми, которые имеют счастье в этой жизни, которые имеют надежду не только прожить эти годы определенные на этой земле, но надежду на будущность, да благословит на всех Господь. Я хотел бы читать Слово Божие, которое также относится сегодня к нам всем, как было сказано за маму Моисея, там сказано, что он был родителями, родители его. Значит, и папа там принимал непосредственное участие в том, что они согласились оставить ребенка, это было общее согласие, и они дали шанс на жизнь, они не лишили его, они отдали воле Божией, и Бог управил этим шествием, Он управил многими, можно сказать, жизнями людей, потому что они были в его воле, эта жизнь, которая пришла, она была в его воле. И он знал, да, что и такое время, и трудное, но в воле Божией. И я хотел бы читать Слово Божие, которое говорит о вере, вчера были прочитаны братьями этими словами. И я читаю 11 главу, это глава веры, как мы знаем, и 6 стих читаю. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо мной, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Все мы прекрасно знаем это выражение и этот стих. И я хотел бы обратить наше особое внимание, порассуждать вместе. «А без веры угодить Богу невозможно». Вера. «Без веры угодить Богу». Знаете, если взять еще другие направления, написано, не написано. «А без веры служить Богу невозможно». «А без веры искать Бога невозможно». Здесь такое слово, знаете, которое всем нам, наверное, более знакомо. «А без веры угодить Богу невозможно». угождение слово угождение это на эти исполнение каких-то желаний исполнение какой-то воли я думаю что всем нам приятно вот в жизни нашей когда мы но что-то желали что-то хотели может быть когда-то и кто-то как бы тайно исполнил наше желание может быть слыша о нем как-то косвенно вот и приятно нам всем когда найти жена она угождает мужу муж свою очередь угождает жене он знает ее желание знать ее просьбы может быть и он потихоньку это все исполняет очень приятно когда дети они угождают родителя они угождают они знают волю своих родителей и они стараются ее не нарушать а сделать что-то приятное и знаете очень так такое приятное ощущение в нашей жизни происходит когда нам кто-то угодил мы наверное не раз слышали такие но вы сказали ну ты мне угодил знаете особенно мужчины никогда так хорошо примут пищу от жена угодила там или сестры вчера мы слышали такие слова вот ваши повара говорит ну просто угодили знаете вот это то что человек пережил что-то приятное это не связано с каким-то найти но негативом а угождение но и мы знаем и негативные когда последствия написано что угождение плоти это уже но что-то опасное но здесь говорится о вере говорится о том что а без веры угодить богу невозможно невозможно дорогие братья и сестры это что-то такое найти ну не не половинчастые не на какой-то шанс что человек без веры может как-то богу понравится ли богу как-то служить или быть в богом в каких-то отношениях человек не имеющий веры не может исполнить желание его любожью человек без веры не может угодить богу не может исполнить то желание бога потому что у него нет самого основного у него нет веры и дальше говорится о том что ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает если человек не верит что бог есть если человек не знает что будет воздаяние из-за его жизнь человек не верит но он ходит может быть служение ему нравится просто общество или ему нравится обстановка я не раз слышал такое свидетельство и вы наверное слышали просто человек мирянин приходя в церковь собрание людей вот он ощущает эту атмосферу мира у нас ощущает какой-то особенное духовное состояние он говорит каким-то миром какой-то благодатью просто вот наполнено это общение многим людям нравится потому что когда говорить о вере дорогие братья и сестры это глава веры она говорит о многих но таких вещах я тоже читаю это слово но хотел бы иметь этого можно сказать историю примеру где жены написано получали умерших воскресшими мы не читаем слове божьем и не находим именно эту ситуацию хотелось бы чтобы она описана была я не думаю что просто бог так для жены которая не веровала которая не не молилась богу просто взял и воскресил мужа написано жены это жены веры они по-видимому были в тесном общении с богом и когда пришла эта ситуация то бог явил для этих сестер эту милость для этих жен он воскресил жены получали умерших своих воскресшими это не говорится просто так а это говорится о вере они стоят можно сказать в этой главе вере с великими мужами веры начиная от еноха который написано угодил богу получил свидетельство но ено ходил перед богом и получил это свидетельство что угодил богу он не ставил на эти потому что сегодня смотря на нашу жизнь конечно мы стараемся сперва угодить сами себе мы хотим чтобы вот я был полностью доволен всем не смотря что требует может быть мои сегодня в семье мои окружение моё первое должен удовлетворить сам себя я должен быть доволен собою доволен обстоятельствами своей жизнью вот и каждый об этом заботится но здесь говорится о том что у нас есть другое направление и человек который имеет своем сердце веру он понимает что он вообще-то живет сегодня во вторую степень для себя а первый он должен угодить богу много вы задаете вопросов братья сестры а как же нам угождать а что нам нужно делать слово боже дает нам прямые наставления ответы сегодня если мы пришли в служение понимая что сегодня день воскресный вот и мы хотим быть сегодня при лицем божьим то естественно мы хотим угодить богу а не себе если мы сегодня делаем какие-то свои планы в ущерб тому что я сегодня должен быть вообще не с богом потому что это есть жертва общительности это есть то что говорит слово божие апостол павел говорит что не оставляйте собрание вашего как есть у некоторых обычай есть обычай на этим некоторых а какой там сегодня я на молитву вообще-то не хожу я хожу на разбор слов потому что я хочу больше познания и там меньше молятся в начале и в конце если ходить в молитвенное служение это нужно молиться раз 4 5 может быть еще надо дольше постоять на коленах я вообще-то но для меня это тяжело или ну я в этом не нуждаюсь это обычай это обычай и если этот обычай в ущерб дорогие братья сестры воли божией то мы ее не исполняем мы не угождаем богу мы не хотим исполнить то что от нас хочет господь если говорится о том что бог что-то требует требует какая-то справедливость то действительно но бог требует чтобы человек сегодня дорогие братья сестры он был сегодня тем кто угождает богу не себе потому что а по если читать в этой главе самый последний стих вот где апостол говорит такие слова потому что бог предусмотрел у нас нечто лучшее дабы они не без нас достигли совершенства я хотел бы сказать дорогие братья сестры если мы читаем эту главу и смотрим на этих великих людей веры енох авраам моисей и смотрим на нас сегодня с вами то я как-то на эти даже стесняюсь поставить себя в этот ряд что они эти люди которые были в такой сильной вере которые были на этим этим примером образцом они не без нас достигают совершенства той полноты радости при лицем божьим когда соберутся все святые люди и будет только тогда полнота радости они как и мы читаем написано христос сказал что многие цари пророки хотели бы быть видеть это время когда христос пришел на эту землю но они этого не были удостоены они написано как будто бы издали видели онные и считали себя странниками и пришельцами а бог о нас апостол падает предусмотрел нечто лучшее то у меня возникает такой вопрос оправдываю я сегодня доверие вот тех мужей веры что бог предусмотрел о нас нечто лучшее сегодня чтобы мы увидели благодать божию чтобы мы увидели явление этой божьей благодати на этой земле пришествие иисуса христа который открыл нам слово который открыл нам отца ту божью благодать о которой мечтал авраам о которой мечтали моисей может быть ено другие великие мужи веры которые описаны в этой главе чтобы они не без нас они не без нас дорогие братья сестры я понимаю что полнота радости и того торжества на небесах она будет только тогда когда все спасенные люди и от этой земли придут в царство божие тогда будет полнота радости но сегодня дорогие братья сестры мы имеем некое преимущество в чем в том что сегодня на этой земле нам открыта божья благодать то божье присутствие где мы можем сегодня вкушать можем иметь эту радость сегодня на этой земле той которая нас привлекает к небу это тот что бог духом святым сегодня присутствует на этой земле дух святой пришел на эту землю он открывает нам сегодня глубину слова божье он помогает сегодня людям и укрепиться в той вере которая необходима сегодня И мы становимся в ряд с этими людьми, если мы сегодня имеем веру. Потому что приходящий к Богу, надо, чтобы он веровал, что Бог есть. И ищущим, а это уже другая категория, дорогие братья и сестры, потому что многие люди сегодня говорят, да, я верю, что Бог есть. И Христос сказал эти слова, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю, волю Отца Моего Небесного. Не всякий, говорящий, многие говорят сегодня, да, я верю, Бог есть, это истина, но служить я Ему не намерен, у меня свои планы на жизнь. А другая категория здесь говорится, а ищущим Его Бог воздает. Это уже зависимость от Бога, дорогие братья и сестры. Это уже то, говорится о том, что я без Бога сегодня на этой земле, без Его присутствия в моей жизни, я не могу Ему угодить, я не могу исполнить Его волю, и я сегодня ищу Бога в моей жизни. А ищущим Бог воздает. А ищущим Его воздает. Бог воздает ищущим Бога. Не ищущим своего, написано, апостол говорит, что многие сегодня ищут своего. Каждый ищет своего. Люди, которые сегодня живут в этом мире, они ищут своего. Каждый сегодня имеет свое, можно сказать, видение своей собственной жизни и ищет своего. Кто угодить своей плоти, своим желаниям, кто угодить каким-то другим амбициям, может быть, политическим, там, мировые направления. А сегодня Слово Божие нас призывает о том, чтобы нам угодить Богу. Это исполнить Его желание. Самое большое желание, дорогие братья и сестры, которое имеет сегодня Бог к нам, чтобы мы любили Бога. Мы любили настолько сильно, можно сказать, фанатично, преданно, как это говорит первая и наибольшая заповедь. Немного нужно мудрствовать того, чтобы исполнить волю Божию. Просто от всего сердца, от всего разума, от всей нашей крепости, от нашего естества нужно любить Бога. Но если эта любовь будет сегодня в нашем сердце настолько сильно, что Бог будет стоять центром нашей жизни, и исполнение Его воли это будет нашим приоритетом, дорогие братья и сестры, то мы будем именно теми людьми, которые будут угождать Богу. И апостол Павел говорит, что во всем угождать Ему, мы можем прочитать это место Писания, где именно этот призыв, который призывает, чтобы нам исполнить волю Божью и во всем угождать Ему. Это приоритет, дорогие братья и сестры, как был в служении апостола Павла. И сегодня является и нашим приоритетом, потому что, если Бог о нас сегодня предусмотрел нечто лучшее, мы вчера слышали слова одного брата, который говорил о том, что я весьма рад и доволен тем, что я родился не в Ветхом Завете, а я родился во время благодати. Той тайне благовествования, которое говорит апостол Павел, чтобы открыть язычникам неисследимое богатство в Божьей благодати, что язычники вошли в обетования Божьи, что им открыты все обетования, которые были открыты Израилю, то это есть тайна, которую Бог открыл апостолу Павлу, и он ее с дерзновением проповедовал язычникам. Чтобы язычникам быть сонаследниками этой Божьей благодати, войти в эти обетования, войти в церковь Иисуса Христа, иметь это благословение, это не просто так, дорогие братья и сестры, это было просто решение, добрый жест Бога к человеку, к язычнику особенно, к язычникам. Это те, которые не претендовали ни на какое, можно сказать, место в Царстве Божьем и быть благословенными людьми через Иисуса. Эта благодать открылась, когда пришел Иисус Христос на эту землю. И сегодня мы понимаем, Бог нам открыл такое неисследимое богатство, как говорит апостол Павел, и моя сегодня отдача Богу, дорогие братья и сестры, она должна быть адекватной, она должна быть, можно сказать, еще большей, я не скажу, что пропорциональной, это значит, то, что мне дал Бог, я отдаю Богу, а она еще должна быть более, и Бог сегодня должен иметь удовольствие. Он должен видеть, что Его воля, Его желания исполняются сегодня мною и вами в Его жизни, не то, что я хочу сегодня, не то, что мне бы хотелось. Потому что написано, без веры Богу угодить невозможно. А мы должны сегодня веровать, дорогие братья и сестры, вот вся наша жизнь сегодня, она должна быть в Его воле. Все мое хождение перед Ним, мои поступки, мои дела, они должны быть в воле Божьей. Моя любовь к Богу должна быть приоритетом всех моих направлений, потому что все мы убеждены уже, дорогие братья и сестры, что жизнь, она так проходит день за днем. День за днем. Слава Богу за это благословенное время, в котором мы живем. Но так оно, может быть, и закончится, и мы будем думать, а когда же начнется именно вот то посвящение, то ревностная, можно сказать, жизнь перед лицом Божьим, то искание Бога настолько сильно, что придет какой-то момент, я вдруг загорюсь, или что-то, знаете, произойдет в моей жизни. Так проходят года, так проходят десятки лет. И если человек в самом начале не решил, что служение в его жизни – это есть угождение воли Божьей, это есть угождение Ему, исполнение всего того, что желает Бог. Христос сказал, если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину. Истинно сделает вас свободною. И Он сказал, что если будете любить друг друга, то все увидят, что вы Мои ученики. А если будете исполнять волю Божию, то и Бог, Он будет на подвиг своей души. Христос будет смотреть за вольство. Он хочет иметь удовлетворение. Не просто нам сегодня в нашей жизни походить, ходить на какой-то грани, знаете, чтобы, ну, не рассердить Бога. Вы знаете, что есть такая грань, что дети, они так, знаете, поступают, ну, чтобы просто не рассердить, или как на каком-то терпении отца, может быть, или матери, что они не угождают родителям. Они испытывают какое-то терпение. Иногда вот я замечал, что и наши жизни, ну, может быть, и кто-то скажет, моей жизни такого нету, что мы ходим на какой-то грани. Вот я чувствую, что вроде, вот Бог вообще-то уже скоро должен на меня прогневаться. Но я как-то так хожу вроде и туда, и как-то свои, чтобы вопросы решать, и перед Богом еще как-то оказываться, хоть раз там в воскресенье появляться в служении. Дорогие братья и сестры, это та грань, которая не приносит удовольствия Богу. Угождение. Это исполнить то, что хочет Бог. Это то, что его сердце желает сегодня от меня и от вас. Не от кого-то постороннего, но от меня и от вас. И если в сердце есть вера, вера, живая вера, дорогие братья и сестры, что именно так, а не иначе, что именно так Бог хочет, чтобы его любили от всего сердца, от всего разумения, от всей крепости, всем своим естеством, то именно так Бог и хочет сегодня. Это его воля, это его желание. И когда мы читаем послание Ефесянам, апостол Павел также пишет о всеоружии Божьем. Там говорится о щите веры. О щите веры, что это вера. Это преимущество. Потому что без веры, я так рассуждал над этим, думаю, и дети задавали такой вопрос, а что же здесь самое основное? Ну, конечно, те, кто хотят войны, они говорят, меч нужен. Нужен меч, чтобы направо, налево, значит, когда вооружен. А когда без веры, дорогие братья и сестры, меч, он не принесет никакой пользы. Потому что без веры, знаете, Петр начал там войну, он не поверил, что Иисус Христос пришел для этого времени, то Христос сказал, вложи меч свой обратно в ножны, потому что взявший меч. Без веры, слово без веры в те, можно сказать, направления, которые были определены, что Иисус Христос должен был умер, умереть на этой земле, пострадать. То же самое, когда и мы что-то берем сразу, чтобы нам рубать или начинать войну вести, какую-то военную кампанию, а нет веры, то написано, падче всего возьмите щит веры, которыми вы сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Я думаю, дорогие братья и сестры, вот вера, вера в слово, вера в обетование, вот доверие этому слову, этот щит веры, который мы будем иметь, он поможет нам многое. Я думаю, что сегодня дьявол, он именно и стреляет этими раскаленными стрелами. Это его цель разрушить в сердце человека веру. Найти это место, посеять неверие, как он нашел однажды в разуме первой женщины, которая жила на этой земле. Посеял это неверие. Она не смогла отразить эту мысль или эту стрелу дьявола, который сказал подлинно, или сказал Бог. Она могла бы сказать, да, это истина. Бог так сказал, мы так верим, потому что так сказал Бог. Но эта стрела, она не была угошенной верой в то, что сказал Бог. Были поставлены под сомнение слова Божьи. То же самое происходит и в жизни нашей с вами, дорогие братья и сестры. Иногда мы думаем, а неужели так нужно? Неужели вот так нужно преданно, ревностно служить Богу? Неужели нужно идти в служение? Неужели нужно молиться? Неужели нужно еще что-то делать? Хотя служение, дорогие братья и сестры, посещение служения, это для нас, это не для Бога. Наша жизнь, она выходя из служения получает силу для служения Богу. Мы служим там, за пределами молитвенного дома, в наших повседневных делах, в наших повседневной жизни. И сегодня Бог желает, чтобы мы имели эту веру, что именно так Бог желает. И если сегодня дьявол, он хочет эти врата ада, которые восстают сегодня против церкви, это именно есть то сомнение неверия, которым дьявол сегодня поражает умы людей, поражает сердца людей. И если нет этого счета веры, что именно так Бог сегодня требует от нас, чтобы его воля, она была высшим приоритетом моего служения, моей жизни перед Богом, и мое посвящение было настолько правильным и искренним, чтобы Бог сегодня имел удовольствие, чтобы я ощущал, что я исполнил волю Божию. Я угодил Ему. Я принес удовлетворение Богу. Он весьма доволен мною. Он радуется сегодня моей жизнью, моим хождением перед Ним. А если я не имею этой веры, если я смотрю на других, смотрю на кого-то и думаю, ну, я же еще не хуже, у меня еще есть какие-то запасы, можно сказать, той прочности, которую я имею сегодня в моем служении Богу. Я не хуже остальных. Если, дорогие братья и сестры, Бог сегодня желает не того, что мы понимаем, что мы не хуже других. Бог желает того, чтобы я сегодня говорил Богу, Господи, я желаю исполнить волю Твою, Отче, так, как исполнил Его Сын, который сказал, что я иду исполнить волю Твою, Отче, как написано, как было это определение, пойти на эту землю, я думаю, что, наверное, но не было большой такой радости или удовлетворения для Сына Божьего, чтобы идти на эту землю. Он нечто понимал, что его ожидает, но воля Отца была в том, чтобы Иисус пришел на эту землю и руководствуясь волей Отца Своего, почитая Его, благоговея перед Ним, Иисус Христов пришел на эту землю. Жертвы и проношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне. Дорогие братья и сестры, если братье, что так, ну, обширнее, масштабнее, представляете, что для того, кто творил эту вселенную, кто творил видимое и невидимое, означает вселиться в ограничении плоти человеческой. Нам этого сегодня не уразуметь, и нам это, наверное, и не понять, но, исполняя волю своего Отца, Он идет в это тело, идет на крест Голгофы, будучи оставленным Отцом, совершает эту победу. И Он сегодня желает именно того от нас с вами, приходящих к Богу, надо мной, чтобы веровал. И если мы веруем сегодня и ищем Бога, Он нам воздает, дорогие братья и сестры, воздает своим благословением сегодня, но еще будет воздаяние, когда будут возложены те венцы на головы мужей и жен веры, которые совершили в своей жизни волю Божию, которые совершили не свою волю, как сегодня определяют многие люди, они живут для себя, и поэтому жертвуют сегодня и детьми, и, можно сказать, еще многими такими, но тяжелыми вещами занимаются для того, чтобы исполнить только свою волю. Сегодня люди ради своих каких-то благ убивают друг друга. Зло вышло на такой высокий уровень ненависти среди людей, и, кажется, люди, которые были соседями, жили рядом друг со другом, сегодня начинают убивать. И это говорит нам о том, дорогие братья и сестры, и ведет пример, можно сказать, из далеких времен, когда был царь Давид, и когда среди своего народа, знаете, одни последовали за одним царем, другие за другим, и братоубийственная война. Соседи начали воевать друг с другом, не вкладываются в разум, и сегодня это уже было, дорогие братья и сестры, оно нам говорит о чем-то, что одни сегодня поддерживают одного царя, другие сегодня поддерживают или поклоняются другому царю. Церковь сегодня должна иметь своего царя, мир сегодня лежит возле, он имеет своего князя, он ему поклоняется и служит. А Бог сегодня желает, дорогие братья и сестры, чтобы нам было, у нас сегодня с вами была та живая вера, вера в Слово Божие, доверие Ему, что именно Бог сегодня желает, чтобы мы, как верующие люди, угодили Ему, исполнили Его, может быть, самые сокровенные желания, которые Он хочет. И спрашивая Петра, после, знаете, своего воскресения, Иисус сказал, «Любишь ли Ты меня более, нежели они? Любишь ли Ты меня искренне, преданнее, нежели все остальные?» И он говорил, «Так, Господи, Ты знаешь». Я думаю, что это время, которое он провел, Петр, после того, как Иисуса Христа распили, оно послужило ему для переоценки каких-то ценностей. Может быть, оно много произвело в его жизни. И он уже говорил, «Так, Господи, Ты теперь знаешь, что я уже сегодня готов на эту смерть?» Я тогда думал, что я, но тогда у меня не было той полной веры. Я думаю, дорогие братья и сестры, что наша жизнь, она по мере нашего времени, возраста, состояния в Боге, она должна приобретать эти качества, необходимые для веры, для служения Богу. Поэтому мы об этом помолимся и скажем Господу, если сегодня не достает этой веры, умножь веру нашу. Может быть, она сегодня очень маленькая, но Бог может ее умножить. И она вырастет, знаете, в ту великую веру, чтобы нам быть теми людьми, о которых говорит апостол Павел, что Бог увидел в нас нечто лучшее, что мы можем быть на том же самом уровне веры этих людей, которые были впереди нас, которые показали это доверие Богу, и что мы можем тоже быть на том уровне, если действительно мы будем теми искренними людьми. И воля Божия, она будет приоритетом нашей жизни. Давайте встанем для молитвы. Отец небесный. Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную твержу я наизусть, Одну молитву чудную твержу я наизусть, есть сила благодатная в созвучье слов живых. И дышит непонятная святая прелесть И дышит непонятная святая прелесть И дышит непонятная святая прелесть И дышит непонятная И дышит непонятная Четвертая И так легко, легко И верится, и плачется И верится, и плачется И так легко, легко Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»